здравствуйте здравствуйте все кто пришел на этот вебинар он сегодняшний вебинар у нас называется с вами модуль в работе преподавателя от первого шага до разработки собственного курса и название это не случайно потому что он является таким промо промо вебинаром для всего курса и сам курс который есть и этот вебинар вот они построены именно таким образом последовательно чтобы преподаватель который записался на этот курс мог разработать свой курс в мудле начиная с первого шага до последнего это первое второе про цены сказали но я скажу про особенность особенность этого курса она заключается в том что его можно проходить в двух режимах первый режим просто вы записываетесь на курс слушаете вебинар и пользуетесь теми материалами которые есть и второй режим когда вам я создаю еще дополнительно у себя пробный курс на котором вы можете попробовать все что услышали на этом курсе поэтому вот у нас есть два режима обучения ну а сейчас мы с вами давайте я вам расскажу общую общую концепцию которая лежит в основе того что тех курсов которые я разрабатываю значит первое что мы должны начать начнем немножко издалека когда наступила информационная эра информационная эра наступила тогда когда информация стала товаром когда она стала ресурсом при этом обязательное условие что информация должна была бы стать отчуждаемые от носителя и для этого необходимо было найти быстрый способ передачи информации дешевые способы хранения информации и когда все эти условия совпали получилось так что в общем то наступило то что мы называем сейчас информационной эрой в информационную эру естественно возникли информационные технологии что такое информационная технология информационная технология это процесс процесс который использует совокупность средств и методов обработки и передачи первичной информации для получения информации нового качества о состоянии объекта процесса или явления то есть это процесс который направлен на то чтобы из одной информации получить другую информацию то есть создать создать какую-то новую какую-то но что-то новое создать какую-то новую информацию и цель информационной технологии это производство информации для последующего Анализы, принятие на основе какого-либо решения по действию и по принятию какого-либо решения по управлению или по обучению. То есть информационная технология создает такую информационную среду, потому что все время количество информации увеличивается. Ну, все вы знаете производство контента, принято сейчас называть в учебных курсах, в интернете информацию, которая производится контентом. И здесь вот показаны графики темпы роста контента, но они пропорциональны количеству веб-сайтов. Вот здесь показаны темпы роста веб-сайтов. Поэтому сейчас с огромной скоростью растет количество контента. Появились специальные средства, появились специальные средства для хранения так называемые центры данных. Вот это огромное совершенно сооружение инженерное, в которых хранится информация. И сейчас уже в Штатах, например, Google является вторым по величине потребителем электроэнергии. То есть столько энергии потребляется. То есть мы уже полноценно вошли в информационную эру. Неестественно, что вхождение в информационную эру привело к тому, что информация и обучение тоже вошло в эту же сферу, в информационную. Чтобы понять, как оно вошло, я нарисовал такую простенькую схемку. Здесь два человека. И основа обучения – это коммуникация. Основа обучения – это коммуникация. И, соответственно, электронное обучение – это эволюция средств коммуникации. Первоначально коммуникация была просто теми средствами, которые были доступны. Вот говорится, что в 1722 году, в 1828 году, Калеб Филиппс разместил в бостонской газете объявление о наборе студентов на свои курсы стенографии и бухгалтерии. И рекламный текст обещал невероятное. Все граждане, желающие получить эти навыки, могут быть обучены так же прекрасно, как если бы они жили в Бостоне с помощью нескольких уроков, еженедельно отправляемых по почте. То есть вот первоначально коммуникация шла теми средствами, которые были в распоряжении, а именно вот она шла по почте. Это был первый опыт дистанционного обучения. То есть когда вот этот прямой контакт, он становился опосредованным с помощью тех средств коммуникации, которые были в распоряжении на тот момент. Потом наступило, потом появилось радио, соответственно, радио тоже включилось в этот процесс. И здесь показано фотоснимок. Ученик начальной школы, School of Air, присутствует на уроке при помощи двустороннего радио. Это еще вот 60-е годы в Австралии. То есть по мере того, как совершенствуются средства коммуникации, соответственно, они приходят в обучение и становятся, и обучение приобретает современные черты. Обучение приобретает современные черты, и сейчас мы уже видим, что современные средства коммуникации, которые появились, в частности, вот систему, через которую я работаю, они позволяют нам последовательно проводить процедуру обучения. Соответственно, теперь, что такое обучение? Обучение в педагогике – это целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по владению знаниями, умениями, навыками развития творческих способностей, и нравственных, этических взглядов. С моей точки зрения, здесь ключевым словом является слово «целенаправленный». Целенаправленный педагогический процесс. То есть он характеризуется двумя прилагательными. Вот первое – то, что он целенаправленный, имеет цель. А второе – то, что это процесс. Процесс, то есть это не какая-то… Процесс, как вы знаете, отличается тем, что он может продолжаться долго. У него нет критериев окончания процесса. Поэтому отсюда идут лозунги, что обучение в течение всей жизни и так далее. То есть процесс может и не заканчиваться никогда. Следующее. Но вхождение в информационную эру породило еще и не только понятие педагогического процесса. Оно породило новое совершенно понятие, которое называется педагогические технологии. И вот педагогические технологии – это новое понятие, которое вошло в обиход в информационную эпоху, в информационную эру. И оно означает, что педагогическая технология – это специальный набор форм, методов, способов, приемов, обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой отклонения. То есть этим определением процесс обучения стал выводиться из плоскости личного общения, личностного общения учитель-ученик, к плоскости больше техническую и технологическую. Когда от процесса обучения стали требовать, чтобы он всегда приводил к достижению прогнозируемого образовательного результата. То есть именно в этом заключается технологичность. То есть, собственно, технология – это то, что мы применяем для того, чтобы достичь заданного результата. Именно этим технология отличается от чего-то другого. И поэтому педагогическая технология направлена на то, чтобы приводить всегда к достижению прогнозируемого образовательного результата. И вот это вот электронное обучение, электронные курсы, они как раз направлены на то, чтобы создавать педагогическую технологию, которая должна приводить к достижению образовательного результата. Ну, соответственно, после того, как возникла педагогическая технология, когда появилась потребность заменить вот этот вот процесс обучения, который раньше происходил каким-то образом спонтанно в рамках личностных контактов от учителя к ученику и так далее, стала необходимость заменить его на технологический подход. Соответственно, появился новый класс информационных систем, который называется «Система управления обучением». Или LMS – Learn Management System – это программное обеспечение, предназначенное для администрирования учебных курсов в рамках дистанционного обучения. Примерами LMS, в частности, является система Moodle, мы про нее дальше скажем, но она является на сегодняшний день самой авторитетной, то есть наибольшее количество инсталляций, которое есть среди систем управления обучением. Причем, что значит система управления обучением? Это система, которая предназначена для того, чтобы полностью сопровождать весь процесс обучения, не только показывать. Вот сейчас модно производить обучение через какие-нибудь социальные сети или серверы типа Дискорда и прочих, но они полностью не предназначены, они функционально полностью не предназначены и не заменяют. Значит, вот тут вопрос, кстати, поступил, кого должна приводить к гарантированному результату педтехнологии, обучаемого или педагога? Это две большие разницы. Но, разумеется, обучаемого. Для того, чтобы это понять, я в свое время делал такую модельку, которую публиковал. Значит, если мы говорим, что педагогическое, то есть это вот обучение, модель обучения с позиции кибернетики. Кибернетика, как вы знаете, это наука об управлении, которая рассматривает все системы через призму управления. И, собственно, кибернетику придумал Норберт Виннер, выдающийся ученый, и он выделил основные составляющие, основные составляющие любой кибернетической системы. Значит, есть управляемая система, в данном случае это ученик, у него есть какая-то, то, что ему дается на вход, какая-то информация, то есть задачи, примеры и так далее, то, что подается на вход. Есть выходы процесса, те результаты, которые он нам показывает. И есть... Кибернетичный... Да, вот здесь вопрос на тему... Кибернетическая система противоречит вашему ответу. Там цели обучения задает и достигает педагог. Ну, цель обучения, да, он задает и достигает, но дело в том, что нисколько не противоречит, потому что задача педагога выстроить процесс обучения таким образом, чтобы обучаемый гарантированно приходил к нужному результату. Поэтому никаких особенных противоречий я тут не вижу. И в кибернетическом подходе у нас есть система управляемая, которой мы управляем, есть система управления. И система управления – это педагог, как раз он называется термином «лицо, принимающее решение». У него есть цель управления, то есть та цель, которая задается учебным планом. Он осуществляет управляющие воздействия и принимает информацию об управлении. Значит, вопрос такой. Добрый день, если будет возможность. Вопрос, как грамотно рассчитать временные рамки курса. Понятно, что диагностика, гипотеза, апробирование, средний расчет. Но вы не могли бы провести конкретный пример и разобрать его несрочно, можно в конце. Но дело в том, что я вам отвечу следующим образом. Это вопрос действительно достаточно сложный. В курсе, который сделан, там есть целый раздел, целая тема, которая называется «Педагогические дизайны». и там есть рекомендации, ну, какие-то оценки по времени разработки курса. Ну, схема не совсем кибернетическая. Это уж, так сказать, на вкус, на цвет товарища нет. Вот. Я ее считаю вполне кибернетической. Дальше. Значит, когда... Что происходит вот с этой схемой, когда мы переходим к обучению с помощью информационных технологий? Происходит следующее. Происходит следующее, что система управления у нас усложняется. Система управления усложняется, и непосредственно педагог уже не принимает в ней участие. То есть он ее как бы... Он ее программирует, но уже непосредственно не принимает, и компьютер здесь выступает своеобразным посредником. Своеобразным посредником, который осуществляет вот эти управляющие воздействия и принимает информацию от управляемой системы. Ну, соответственно, он тоже имеет цель управления, то есть цель обучения у него есть, и он, соответственно, вот строит свое... программирует свое обучение, программирует вот этот вот... этого посредника, этот компьютер таким образом, чтобы достигалась цель обучения. И вот, собственно, в этой схеме и понятны основные принципы, что от непосредственно вот контакта, взаимодействия двух человек мы приходим к схеме, когда у нас появляется в этом взаимодействии посредник, некий посредник в виде компьютера, который меняет сам процесс обучения. И каким образом он меняет сам процесс обучения? Мы сейчас... Поскольку он содержит, во-первых, все обучающие материалы, во-вторых, он программируется... программируется педагогом таким образом, чтобы обеспечить, достичь заданной цели управления. Поэтому, собственно говоря, исходя из этой модели, я рассматриваю... я рассматриваю электронный учебный курс как алгоритм обучения. То есть фактически в этой схеме получается, что компьютер, который содержит все учебные материалы, и он фактически программирует, фактически программирует процесс обучения, поэтому электронный учебный курс, который вы получаете как интеллектуальную собственность, когда создаете собственный курс, вот этот вот, то я его рассматриваю, этот электронный учебный курс, как алгоритм обучения. И задача этого алгоритма обучения, который создает педагог, заключается в том, чтобы вот, как на этой схемке, у нас есть некая начальная предполагаемость состояния нашего обучаемого, у нас есть некий набор действий, которые он должен выполнить, обучаясь электронному курсу, и он должен прийти, соответственно, в какое-то конечное состояние, вот, которое требуется этой самой педагогической технологии с гарантированным результатом. Вот взгляд на электронный курс, и вот задача электронного курса, это провести студента по вот этому алгоритму, и хорошо спроектированный курс, в идеале, он как раз нам позволяет выполнить вот эту задачу, то есть привести студента из начального состояния заданного в заданное конечное состояние, когда в конечном состоянии он овладел какими-то навыками, получил новые компетенции и так далее. И вот это вот особенность, особенность разработки, которая была положена в основу того электронного курса, который я сделал по результатам, ну, вернее, который я сделал в свое время, и который сейчас вот рассказываю на вебинаре, на этом. То есть в основе этого электронного курса лежит вот этот вот подход алгоритмический к обучению студента, когда мы с вами рассматриваем процесс обучения как алгоритм. И согласно этому алгоритму студент должен выполнить определенные действия, и вот эти определенные действия должны привести студента к тому результату, который задан. Вот теперь вопрос. Преподаватель сам участвует в этом алгоритме, или же студент полностью внутри алгоритма, как в лабиринте? Ну, преподаватель, это у нас есть в зависимости от того, каким образом у нас построен процесс обучения. Если у нас процесс обучения полностью асинхронный, то студент идет, как в лабиринте. Если у нас процесс обучения синхронизирован, то есть у нас есть какие-то вебинары, которые проводятся по ходу обучения. Вот. Как в моем курсе будет? В моем курсе будет двояко. В зависимости от режима его прохождения. Первый режим прохождения это просто асинхронный режим. Вернее, нет, он не будет асинхронным, потому что там есть материалы, которые выложены, и лекции, которые будут читаться, и будут показываться. Вот. Но еще более, еще более практически ориентированный режим, когда вам дается собственный курс в Мудлея создаю, и вы можете в этом курсе попробовать все эти наработки. Это будет такой практикоориентированный режим. То есть я говорю, что будет два режима. Один режим прохождения курса в режиме о знакомстве и выполнении материалов плюс вебинары, которые там ведутся по ходу дела и разъясняются отдельные темы. И, соответственно, либо, соответственно, вот еще практикоориентированный курс, когда преподаватель будет создавать свой собственный материал в рамках той заготовки, которая ему будет даваться. Вот. Теперь что-то раз мы сказали про алгоритмический подход, значит, то алгоритм, соответственно, от имени арабского математика алхаритми это конечная совокупность точно заданных правил решения произвольного класса задач или набор инструкций, описывающий порядок действий исполнителя для решения некоторой задачи. То есть первоначально первоначальное определение алгоритма это было здесь вот показано, это совокупность точно заданных правил решения, но потом появилось более слабое определение алгоритма как набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения некоторой задачи. То есть, собственно, вот именно поэтому любой курс можно рассматривать как набор инструкций, который описывает порядок действий исполнителя для решения некоторой задачи. То есть мы ему ставим какие-то задачи, В зависимости от того, какие задачи мы их ставим, он, пользуясь нашими материалами, их решает. И, соответственно, это полностью соответствует этому понятию алгоритма и принципам алгоритмического подхода к разработке электронного курса. Теперь конкретнее. Вы меня спросите, как это конкретно сюда переходит. Переходит очень просто. Очень простым образом. У нас есть тематический учебный план. Тематический учебный план, который написан, как все знают, педагоги. Там пишется тема 1, содержание темы 1, там такое-то, потом тема 2, содержание такое-то, вот так далее. Там энное количество тем в этом курсе, содержание этих тем описано. И студент, когда уходит на обучение в очном режиме, ему преподаватель в лекциях излагает содержание вот этих тем, проводит с ним какие-то контрольные мероприятия и таким образом приводит студента к получению каких-то знаний или получению каких-то компетенций. Значит, если мы рассматриваем прохождение учебного курса как алгоритм, то мы слово тема заменяем на шаг алгоритма, да, для того, чтобы, и тогда получается, что для того, чтобы у студента усвоилось содержание какой-то темы, он должен какие-то определенные действия выполнить. То есть он должен просмотреть какие-то материалы, должен просмотреть какие-то ролики, еще что-то, какую-то информацию, может быть, ответить на какие-то вопросы теста. И таким образом в результате выполнения вот этих вот действий он, соответственно, усваивает учебный материал, который ему дает преподаватель. Да, то есть вот получается, что у нас есть полная аналогия. И если мы знаем теперь, здесь вот стрелочками, кстати, совсем справа показано пример, там какой-то блок-схема алгоритма, но это больше для аналогии, чтобы видна была аналогия. Вот, а возвращаясь к алгоритму, мы говорим о том, что мы с вами программируем, какие действия студент должен выполнить для того, чтобы получить знания или навыки, или умения, или компетенции по определенной теме. И зная, собственно, каким образом содержание темы связать с этими действиями, это и есть знание преподавателя по разработке электронных курсов. То есть преподаватель умеет разрабатывать электронные курсы тогда, когда он знает, как содержание темы перевести в алгоритм действий в рамках выбранной системы управления обучением. И мы берем нашу систему управления обучением, которая называется LIMS Moodle, и, соответственно, смотрим те элементы, те действия, которые надо выполнить в ее рамках, чтобы перенести вот это содержание, превратить в алгоритм. То есть в последовательность действий, которые должен сделать студент для того, чтобы получить, выучить какую-то тему. Ну, дальше в системе, в любой системе управления обучением есть еще возможность связывать между собой темы, в частности, в Moodle тоже. Можно ему ставить какие-то условия, при проверке которых он может переходить к следующей теме. И это совсем уже прямо роднит наш подход с алгоритмом. То есть мы можем в зависимости от того, выполнены вот эти условия или нет, мы можем либо пропустить дальше человека, который обучается, либо его остановить и сказать, что он еще не прошел эту тему, он должен снова к ней вернуться, снова какие-то задания выполнить. То есть фактически вот эта возможность связывать темы между собой условиями вот этой усвояемости, она как раз делает аналогию с алгоритмом еще более полной и еще более понятной. То есть мы программируем последовательность перехода от одной темы к другой. И типичный шаг алгоритма обучения следующий. Мы должны предоставить студенту информацию, то есть мы должны как бы ему что-то предоставить, потом получить от него обратную связь в виде тех результатов, которые он выполнил. После этого мы должны принять решение о том, освоен материал или нет, и, соответственно, на основе этого решения мы принимаем следующее решение, допускаем его к следующему шагу нашего курса или нет. Вот у нас получается вот такой типичный шаг нашего алгоритма обучения, когда мы строим с вами учебный курс. То есть мы вот из таких вот типичных шагов его создаем, и, соответственно, возможности преподавателя как раз они зависят от тех средств, которые нам предоставляет наша система управления обучением по предоставлению информации, в какой форме мы студенту информацию эту предоставляем. Вот. Зависит от того, в какой форме мы эту информацию получаем, обратную связь, и какие, возможно, здесь методы и приемы для получения этой обратной связи. Ну, а потом, соответственно, мы в соответствии с нашей программой обучения, с учебными целями мы принимаем решение о том, освоен материал или нет, и, соответственно, потом принимаем решение принимать, допускать к следующему шагу студента или нет. То есть вот это вот, в принципе, таким образом мы с вами создаем, с вами алгоритм, проектируем алгоритм, то есть фактически мы занимаемся проектированием, мы проектируем алгоритм для обучения нашего студента по всем ступеням курса. Значит, если мы рассмотрим конкретно систему управления обучением Moodle, то у нас там достаточно много модулей, они здесь даже не все перечислены. Значит, там есть, я основные только взял, которые перечислены. Но, значит, мы можем предоставить информацию студентам с помощью элемента файл, страница, книга, лекция, глоссарий, подкаст, ролик. И можем получить обратную связь, результаты с помощью элементов форум, заданий, семинар. Вот. Можем, ну, еще, на самом деле, сюда можно добавить еще глоссарий, еще можно добавить там словесные, еще какие-то элементы, ну, это вот основные. Дальше можно, дальше принимаем решение, когда мы можем его протестировать, можем поставить оценку, можем заставить сделать словесные игры, там, или запустить плагины для аналитики. Это уже конкретные детали, которые у нас определяются возможностями нашей системы управления обучением. Ну, здесь еще показана диаграмма прецедентов. Значит, какие типы тестов или интерактивных тренажеров можно создавать на Moodle? Ой, это, знаете, у меня в курсе там целая тема, потому что в Moodle очень много типов вопросов, которые есть. Там множественный выбор на соответствие, на перетаскивание картинки. На вычисление, есть тип вопросов, вычислимый. Вот, там можно долго их перечислять, и поэтому лучше отдельную тему, отдельное занятие этому посвятить, потому что типов вопросов там действительно очень много. Плюс они все еще допускают графику, можно включать в эти типы вопросов. В общем, лучше отдельно это рассматривать. Вот, это диаграмма прецедентов. Значит, один из способов программирования алгоритма современной – это описание прецедентов. Описание прецедентов. Значит, вот здесь вот пример этого описания. У нас называется прецедент изучения темы, действующее лицо студент, цель изучить тему. Есть предусловие, постусловие, главная последовательность действия, альтернативная последовательность действий. Вот, и, в принципе, вы можете там по ходу обучения тоже попрактиковаться, создавать вот такие прецеденты, чтобы это просто соответствует больше понятию алгоритма как набора инструкций. Это менее жесткая конструкция, чем просто вот когда мы создаем такую линейную последовательность. Вот, эта конструкция не такая жесткая, и мы можем рассматривать тогда прецедент как набор инструкций, алгоритм как набор инструкций. Ну, и, соответственно, тут будут рекомендации тоже, каким образом можно создавать эти прецеденты, писать для того, чтобы перевести вот это вот дидактическое понимание, дидактическое понимание процесса обучения в понимание алгоритмическое. Ну, и теперь, собственно, об учебном курсе. Об учебном курсе можно сказать, что полный объем курса 72 часа. Мы обычно там взаимодействуем с помощью электронных средств, с помощью переписки в форуме. Вот, и интерактивное средство. Участие тьютера. Ну, я там являюсь тьютером. Вот поэтому. Поэтому, да. Вот, 10 вебинаров предусмотрено. Занятия проходят два раза в неделю. Записи вебинаров будут доступны слушателям на постоянной основе. 10 тем. Материалы по темам можно сохранять у себя по желанию пользователей. Вот. И, соответственно, для тех, кто возьмет, будет проходить в расширенном режиме, то есть, на своем, как я называю, там, учебном курсе или песочнице, может быть, нехорошо так называть, вот, практику можно, значит, каждый выполняет какую-то еще практику. Значит, по темам, по темам. Тема первая. Это принципы электронного обучения. Мы рассматриваем. Ну, ладно, я рад, что вам понравится. А то, думаю, вдруг вам слово песочница не понравится. Ну, это ходовое слово. Вот. Значит, тема первая. Это тема называется принципы электронного обучения. Здесь рассматривается информатизация ее последований, последствия информационного обучения, основные понятия электронного обучения. Вот. И вот как раз там рассматривается вот эта идея алгоритмического подхода, потому что она позволяет, во-первых, все-таки определить, что является продуктом разработки электронного курса. Вот. И рассказывается там более подробно алгоритмический подход и типичный алгоритм обучения и разработки. Ну, и в качестве практикума там предусмотрена работа с глоссарием и решение кроссворда по заданной теме. Для того, чтобы познакомиться с основными определениями, которые есть в электронном обучении сейчас в ходу. Следующая тема – это большая сложная тема – это педагогический дизайн электронного курса. Сейчас появилось вот это новое слово «сочетание педагогический дизайн». Много очень всяких разговоров на эту тему. Много, опять же, всяких коучеров, тренеров там и разных вот таких вот людей. И поэтому мы тоже поговорим о том, что такое педагогический дизайн, модель курса согласно методике, концепция курса, техническое задание, как писать концепцию курса, как писать техническое задание, как проектировать можно методом прецедентов, как оценивать трудоемкость разработки курса. Ну, и в качестве практикума вам будет предложена разработка концепции курса и разработка хотя бы одного прецедента на бумаге. Для того, чтобы было понятно, как сопровождать. Ведь важно не только разработать курс, но важно еще и сопровождать. Ну, примерно, да, да, согласен, что как чертить эпюры, как листы сдавать, как усилитель рассчитать. Вот именно это вот все именно про это и есть. Дальше мы с вами будем рассматривать общую структуру курса. Общая структура курса включает пользователей, которые есть в этой системе управления обучением. Система управления правами доступа, соответственно, курсы и категории, потому что есть несколько, в LMS Moodle принято несколько категорий курсов. Там есть курсы по темам, курсы по неделям, курсы с единственным элементом и так далее. Дальше структура учебного курса в Moodle. Система, структура, хотя метафора учебного курса, она в Moodle, она простая и понятна. Учебный курс можно рассматривать еще как некий шкаф с полками, куда мы должны на полке натолкать элементов, которые обеспечат нам сквозной алгоритм прохождения курса. Ну, соответственно, система настроек, потому что там много всяких настроек. Можно запрограммировать доступность элементов по времени, связывать их между собой по-разному, разные групповые режимы. Там группы видят, друг друга не видят. Вот, и там надо это все тоже. Ну, потому что на самом деле я скажу, что Moodle эта система сложная. Тогда-то она первоначально, когда она разработана, она была простой, а сейчас уже она очень сильно усложнилась. И там надо уметь с ней разбираться. Ну, система настроек учебного курса. Вот, правило хорошего тона имеется в виду, что должно быть обязательно при создании курса, какие должны быть обязательные элементы, чтобы, ведь, при всем при том, что мы говорим, что курс является алгоритмом, но при всем при том, педагогика-то она осталась, как была, и никуда не делась. И эксперименты показывают, в Гарварде, например, сделали такую систему, что каждый студент, который поступает на курс, он писал про себя резюме, его зачисляли. И когда при зачислении студент мог посмотреть, с кем он будет учиться, посмотреть резюме преподавателя, и тогда у них намного больше был процент тех, кто закончил, прошел курс до конца, закончил его. Потому что курс приобретает личностный оттенок. Вот, и поэтому правило хорошего тона, несмотря на то, что мы программируем алгоритм, вот это личностное начало, оно никуда не девается. И его тоже надо уметь выразить, личностное начало в разработке курса, чтобы и тогда вот успешность, что ли, и привлекательность вашего курса будет намного выше, чем просто так, если вы выложите просто материалы механические образом. Ну и практикум, соответственно, вот оформление структуры, шапки курса, которая должна быть. Следующая тема – это коммуникация со слушателем. Мы рассматриваем в соответствии с принципами электронного обучения начальный шаг – это передача информации слушателю. И поэтому мы здесь рассматриваем в этой теме все элементы для передачи информации. То есть вот это элементы, которые здесь перечислены, файл, страница, книга, лекция, глоссарий, блок схемы для проектирования лекций, смотрим, как это выглядит со стороны студента. И, соответственно, есть практикум по созданию собственных элементов типа файл, страница, книга, лекция, глоссарий. Вот, это та часть алгоритма, про которую я говорил, это передача информации, это передача туда, студенту, передача информации. Потом следующая тема – это коммуникации со слушателем. Это уже обратная связь, получение обратной связи. Каким образом от студента мы получаем обратную связь? Ведем с ними коммуникацию. Какие элементы для этого нужны? Для этого мы берем, мы рассматриваем элементы из нудла, которые там есть. Это элемент задания, элемент форум, элемент анкета. Опять же, мы смотрим, как это выглядит со стороны студента. И, соответственно, есть практикум создания собственных элементов вот такого типа для того, чтобы попрактиковаться. И вот хотя бы один шаг вот этого алгоритма уметь строить. Мы говорили, что алгоритм четырехшаговый. То есть мы сначала информацию доводим до студента, потом берем обратную связь, потом принимаем решение. И потом допускаем его дальше. Потом мы рассматриваем отдельно, это тоже элемент обратной связи, тест. Ну, он там заслуживает того, чтобы ему посвятить отдельную тему. Потому что, во-первых, вообще достология всегда была заслуженной и уважаемой наукой в педагогике. Вот, ей посвящено много всяких работ. Вот, во-вторых, для того, чтобы мы умели, надо еще не просто задавать вопросы, а надо уметь правильно их формулировать. Вот, и это тоже отдельная тема, это отдельное искусство. Плюс к этому очень много типов вопросов, которые есть в Мудле. Я уже их перечислял, это единичный выбор, множественный выбор, логический вопрос, да, нет. Это вопрос на соответствие, это подстановка, это вычисление, это перетаскивание картинки. То есть, составление полное, ну, как бы, когда есть картинка и составляющие части, вот типа пазл, мы должны в нужные места положить. Вот, ну, поэтому это отдельная такая большая тема и практикум там тоже нужен по созданию собственных типов тестов. Дальше, следующий вопрос, это аналитика, аналитика процесса обучения. Аналитика процесса обучения, это тоже отдельная такая очень большая тема, потому что, во-первых, сейчас есть такое модное слово, это цифровой след обучаемого. Хотя, в принципе, у нас тоже раньше были нормативные документы, где было написано, сколько времени хранить курсовую работу, сколько времени хранить там ВКР. Вот, но сейчас, поскольку, ну, это было как-то у нас, когда были бумажные средства хранения, они хранились где-то в папках, вот, время от времени там можно было сдать пыль, сдуть пыль с этой самой, да, с этой ВКР, куда-нибудь ее можно на конкурс послать. А здесь получается, что все они хранятся в одном месте централизованно, и поэтому это создает новые возможности для того, чтобы отслеживать, каким образом происходит обучение, аналитику смотреть этого обучения, смотреть сообщения, которые создает студент на форуме, их тематически собирать, анализировать и так далее. Это большая вообще тема, которая называется цифровой след. Вот, кроме того, в Мудле есть аналитика специальная, процессы обучения, получение всевозможных отчетов. Вот, к достоинству вообще надо сказать, надо сказать, что это одно из достоинств вообще электронной системы управления обучением, это, конечно, аналитика. То есть мы можем посмотреть там любой чих нашего студента, когда он зашел, в какое время, сколько раз посмотрел, там возможности эти надо тоже смотреть. Следующая возможность – это геймификация курса. То есть я уже говорил, что личностное начало никто не отменял, и какие-то возможности сделать обучение более личностным, отмечать успехи студента. Для этого преподаватель может разработать собственную систему геймификации, создать ему собственные какие-то значки, какие-то бэджи, которые он будет получать как бонус при выполнении заданий. Например, там первому, кто выполнил, можно дать что-то там, еще какие-то устраивать вот такие, чтобы оживить вот этот процесс и не делать его таким сухим и казенным. И, соответственно, есть практикум настройка системы оценок курса, настройка системы завершения курса, получение различных отчетов. То есть мы тоже вот это все будем рассматривать. Следующая тема – это настройка системы компетенций. Это тоже такая тема, опять же, она, опять же, большая. Вот, поэтому мы рассматриваем еще раз понятие системы компетенций, потому что Moodle – это система западная, она построена в западной идеологии. А компетенции – это сугубо, это плод, в общем-то, западной педагогической школы, которую нам совершенно искусственным образом навязали. И для того, чтобы понять, как она работает, вот, необходимо, во-первых, дать западное понимание, западное определение того, что такое компетенция. И, соответственно, мы после этого рассмотрим, как выглядит настройка системы компетенций в Moodle, как это выглядит со стороны студента, как это выглядит со стороны преподавателя. Вот, и потом можете поукрожняться, создать какую-нибудь собственную систему компетенций. Потому что настройка, опять же, системы компетенций, она совершенно не такая, как у нас, как у нас привыкли в наших педагогических стандартах, как там пишут, вот, там совершенно другие возможности заложены. Хотя, в принципе, можно и поддерживать и наши педагогические стандарты. Для этого надо понимать, как вся эта система устроена, и она по своим возможностям значительно шире, чем наши педагогические стандарты. И поэтому тоже этому мы посвящаем одну тему и достаточно подробно это рассматриваем. Следующая тема уже после этого. То есть, фактически, вот, если логически так посмотреть эту последовательность, вы освоили все шаги алгоритма, вы освоили элементы для передачи информации, элементы для обратной связи, для принятия решения. И теперь настает время, когда мы должны заняться организацией учебного процесса. То есть, мы, это тема девятая, организация учебного процесса, мы рассматриваем процедуру зачисления на курс, как студенты делятся на группы, режимы групповой работы, там, глобальные группы, вот, потоки массовой операции со студентами, как все это делать для того, чтобы организовывать учебный процесс на уровне, скажем, вуза. Вот. И, соответственно, будет практикум зачисления на курсы, отчисления с курса, создания групп для уровня курса и режимы групповой работы в курсе. И последняя тема, десятая, это уже, это уже как бы новую хаву определенную, наш, вообще этого учебного курса. Она называется электронный учебный курс, как интеллектуальная собственность. Потому что мы с вами говорили, что алгоритмический подход позволяет понять, каким образом, что является интеллектуальной собственностью, и поэтому здесь рассматривается понятие интеллектуальной собственности, электронный ресурс рассматривается как интеллектуальная собственность, каким образом можно зарегистрировать этот курс в РИНЦе, вот, и, соответственно, и практикум тоже, вы можете подготовить какие-нибудь свои материалы для того, чтобы регистрировать курс. Вот, и у меня есть один зарегистрированный, благодарю за полезную информацию, еще рано пока благодарить, вот, у меня есть примеры зарегистрированного курса в РИНЦе, я делал курс такой, школа проектного мышления, это достаточно хороший курс, он у меня зарегистрирован в РИНЦе, вот, и мы с вами вот эту информацию посмотрим, как это, как это можно делать. Вот, собственно, все 10 тем, которые у вас есть в пределах курса по разработке электронных учебных курсов Moodle, и я хочу сказать последнее, что вот я его в этом году, этот курс представлял на международный конкурс открытых онлайн курсов, который называется Crunch Award, вот, и он назывался там разработка электронных учебных курсов в системе дистанционного обучения Moodle, ему дали диплом в спецноминации, знания и практика, то есть, это Crunch Award, это у нас сейчас самый известный, самый знаменитый российский конкурс, который происходит под патронажем достаточно высоких структур, вот, и они там его признали заслуживающим специальной номинации знания и практики. Ну и, собственно, вот там, можете, если написать захотите, можно меня в фейсбуке найти, Татьяна Герасимова у меня скажет. Скажите, размещение курсов на Moodle платно? Это вопрос, это не совсем ко мне вопрос, но я делал, я здесь отвечу следующим образом. Я делал в свое время следующим образом. Я заказывал хостинг на сервере Reg.ru, там есть достаточно комфортные тарифы, которые, ну, порядка трех тысяч в год, в год подчеркиваю. В год вы можете арендовать так называемый хостинг, вот, и в рамках этого хостинга размещать свои курсы. Но придется вот так каждый год платить, там, какую-то вот такую сумму. Второй вариант, сам Moodle создал облачный ресурс, создал облачный ресурс, вы можете зарегистрироваться на сайте самого Moodle, вот, и он вам предоставит доступ к этому ресурсу, да, вот, совершенно верно, вот здесь вот ссылка на него. Но можете пробный курс разместить, но там какие-то есть пределы, как только вы выйдете за эти пределы, с вас сразу потребуют плату. Вот, поэтому схема примерно вот такая. Ну, еще, может быть, вы найдете какую-нибудь ассоциацию там или еще какую-нибудь, кто поддерживает вот эти электронные обучения, электронные обучения и предоставляет вам свои ресурсы для размещения курсов. По-моему, вот Директ Медиа, я не знаю, надо спросить у Татьяны Викторовны, по-моему, Директ Медиа предоставляет свои ресурсы для размещения курсов. То есть, в принципе, можно найти и бесплатный вариант для размещения. Ну, проблема-то не в размещении, кстати говоря, потому что вы, если разместите, то это только полдела, вам же надо будет записывать слушателей на курс. То есть, вам нужна процедура регистрации этих слушателей, процедура записи на курс и так далее. То есть, это уже более-менее полноценная среда для управления обучением. Ну, вот я, собственно, уложился в назначенное время, рассказал вам все основные идеи, поэтому давайте, если еще какие-то есть вопросы, я отвечу. Пожалуйста. Все понятно, ладно, спасибо. Ну, в общем, все, я вас жду на курсе. Будем с вами создавать электронные учебные курсы. До свидания.